Сцепление у Жигуля вечное. Сколько же раз я слышал эту фразу от бати и вспоминал ее каждый раз, когда ловил пробуксовку или заводился на передаче, дабы доехать до гаража. Не такое уже вечное выходит. Для общего образования сцепление у нас служит для передачи крутящего момента, ну и отсоединения трансмиссии от маховика для прекращения того же крутящего. Иными словами, не рушить без него, не двигаться. Можно, но сложно. В непригодность пригодит себе штука в основном по износу дисков сцепления. Реже, но тоже бывает, первым отходит выжимной подшипник. В любом случае, если уж полез менять что-то из этого, лучше менять весь комплектик, ибо процесс сильного удовольствия не приносит. В комплект обычно входит выжимной подшипник, и диски ведомые, и прижимной. Иногда там еще комплектуется приправочка для центровки. Казалось бы, о чем речь, ну износился, купил новый и вперед. Их вон какой выбор. В том-то и дело, что раньше был ВАЗ и УСЮ, а сейчас есть выбор. А выбрать можно исходя из манеры езды и потребностей. Тут все просто на самом деле. Мягкая езда, где много светофоров, допустим, плавные частые старты, выжимы. И более агрессивный вид езды. Допустим, бездорожье, сельская местность, тот же дрифт. То есть, при покупке сцепления во внимание берется его мягкость или же жесткость. Ну и конечно же качество. Со своих наблюдений и ощущений на примере ВАЗов. На классику я ставил всегда Нивовское, либо чуть мягче, но не намного по ощущениям Сакс или Пюленго. Ходят они дольше ВАЗовских, это точно. Из мягких остановился бы на Валео. Ну, я себе таких не ставлю. Ну, не нравится мне. Удачи!